здравствуйте друзья что тут у нас новенького то во вторник утром но я был на концерте да вы заметили наверно дмитрия быкова он был непродолжительным моя запись там как-то хорошо за час по протяженности так вышла не до конца последние минут 10 не записались оказалось что у меня там кончилась дискетка неожиданно запасной меня не было ну и так она в общем более менее незначительная часть не записалась я просто когда резал на кусочки мне показалось что но как-то много получается там произведений маленьких и кроме того я заметил что какая-то такая массовая негативная реакция в этом случае с утра как-то вот статистика улучшилась а с вечера когда я все вывешивал там просто шквал каких-то был там дислайков и чем-то значит быков там кого-то не устроил выяснилось что его аудитория это ватники и быдло оказывается интеллигенция и люди так сказать развитого мозгу они любят путина но я не знаю в общем масса интересного выяснилось по ходу дела я поэтому повесил парочку самых ну там из самых первых вот которые мне понравились я считаю не такие сиюминутные там так пусть пока повисят не знаю в принципе у меня целиком есть запись я тебя может одним файлом повесить теперь что по ходу значит всего этого вывешивания вдруг девочка там с которой мы договаривались снять видео постучалась живет она вашингтон dc это три часа от нас по времени а было уже так прилично но я не знаю чуть ли не к трем часам и мы как бы договаривались что запишем с ней разговор люда ее зовут люся и вдруг она говорит ну в конце концов можно и сейчас тоже то есть я говорю что я в принципе сейчас могу потом смотрю у нее там очень поздно а вот можно и сейчас тоже я ну давай прямо сейчас и вот мы это записывали когда у девочки было три часа ночи там вашингтон dc она вышла на улицу и там такая стеночка прикольная на фоне которой она снимается я надеюсь что вы получите удовольствие может быть уже получили вот потому что я с утра повесил там когда камтасе камтейджер снимаешь с экрана делаешь рекординг то потом достаточно долгий процесс получаются и файлы большие вот 40 минутный разговор это что-нибудь так 25 примерно гигов уж чего она там делает такого я не знаю но вот такой большой файл а потом когда уже этот файл сохраняешь как сейчас я собажу нет именно именно в этот момент да когда сохраняешь когда сохраняешь файл получается небольшой а сам по себе рекординг вот был 25 гигов и на удивление небольшой итоговый файл как бы совсем смехотворно маленький в общем что получилось что я поставил на изготовление да что это длительный процесс пошел спать а с утра значит его подгрузил это заняло буквально там не на полторы минуты если если не меньше и когда я уходил там уже было что нибудь просмотров так под сотню так что я надеюсь что вам понравится интервью девочка замечательная совершенно история ее в общем то тоже необычная как особенно как она получала визу в посольстве в киеве американском посольстве в киеве сразу после отказа то есть я отказали она тут же снова пошла и в общем у нее получилось так что такая вот история я внутренне содрогаюсь от мысли о том что кто-то скажет я тоже вот так именно пойду потому что я даже не знаю может быть вот то что у одних выгорают у других не обязательно во всяком случае все советуют вот именно так не делать но в общем у нее получилось такая вот история возвращаясь к быкову я честно говоря не знаю чем он такой там засветившийся что так много значит антагонистов у него я я-то знаю бы кого как человека который писал для гражданин поэт вот для этой рубрики и я считаю что она была очень ничего вот поэтому я конечно я в россии не живу и у меня мало очень соприкосновения с ним я помню тут еще на местности у нас вот тут что-то его обругивала женщина одна из местных как сказать публицистов за то что он как-то высказался где-то вот там он такой как бы на язык острый да там все время что такое полемическую остроту какую-то создает вот и он высказался в том смысле что вообще вот за столько лет там сколько уже там прошло со времен разрушения там второго храма и так далее уже в принципе уже и и уж правильно было бы чтобы растворились евреи чтобы их вообще нигде не было и вот при том что он сам там на 3 четверти вроде как евреи но вот что-то такое вот там то же самое кстати говорил пастернак но он был наполовину еврея но я не знаю там кого-то это зацепило и вот что-то такое тут на него нападали и так далее но я как бы считаю что он острый понимаете и вот эта острота может быть в ней есть я не знаю может быть он просто острый может быть в этом есть какая-то коммерческая составляющая может быть в этом есть просто как бы жизненная позиция я не знаю но нужны люди острые понимаете нужны люди которые создают какие-то полемические такие вспышки когда люди обсуждают что-то необычное а иначе все что останется это будет первый канал и все а многие уже и вы не смотрят вот я так часто вижу комментарии люди хотят телевизор уже 7 лет не смотрю телевизор 5 лет не смотрю но и чё тогда смотреть и что-то дослушать поэтому должны быть люди полемически должны быть люди которые критикуют и высмеивают власть как бы нормально для власти гораздо хуже когда ее не критикуют и не высмеивают она гнить начинает это власть и именно гнилая власть начинает преследовать тех кто ее критикуют и высмеивают а здоровая власть она в общем к этому относится совершенно спокойно я помню на заре перестройки тогда еще но существенно более молодой геннадий хазанов он к тому времени знаете он он политическим ничем таким раньше не занимался а так все больше там чего в борще не хватает там хлеба кулинарный техникум так как то он вот был больше так по этой части знак знаком населению а тут вдруг у него появились такие вещи острые и в частности вот я вспоминаю вы знаете такую дословно в моей недословно в моем изложении что вот царь или там царь говорит шуту а покажи первого министра ну шут показал и царь очень смеялся он это покажи говорит вот там министра иностранных дел там он очень смеялся а покажи министра финансов шут показал и он очень смеялся а потом у царя однажды это покажи меня и там дальше такая пауза идет и слова такие идут и уже потом налицеповали шут все недолбевал а что что я такого вот что сделал то ну что поэтому у шутов у высмеивающих у критикующих у сатириков у них как бы есть такая линия знаете где раз и налицеповали всегда была всегда была и в общем то не пришли еще те времена когда лисеповал и отменили так что для юмористов вот так что как говорил Григорий Егорин думаешь что говоришь когда говоришь что думаешь так что такая вот история я в целом как бы положительно отношусь к тому что есть люди острые на язык и острого ума совершенно не обязательно с ними соглашаться ну совершенно не обязательно там по ходу вот этого разговора вчерашнего от Быкова досталось там целого ряду очень уважаемых людей значит началось с того что он приехал сюда потому что в Стэнфорде у него тут какая-то конференция посвященная Пастернаку там доктор Живаго и вот он значит едет с выступлением на тему о том что вот насколько слабое несостоятельное вообще никуда не годное произведение доктора Живаго и почему вот именно в Америке его так вот превозносят что это специфика Америки чтобы выбрать какую-нибудь ерунду понимаешь и с одной стороны восхититься а с другой стороны так дружески снисходительно похлопать по плечу вот такая интересная у него там логика и понимаете как я с одной стороны лично да я когда читал доктора Живаго я никак не мог понять но это давно правда было чего тут такого на Нобелевскую премию ну вот ну вот правда то есть но наверное что-то есть но я при этом понимаю что я совершенно не обязан этого понимать я не выдаю Нобелевские премии я не в комитете я не литературный критик ну наверное есть чего же вот поэтому значит вот досталось Пастернаку еще там всяким людям которых он где-то не любит где-то не принимает где-то не видит в них ничего интересного там и так далее очень-очень известные и уважаемые там литераторы но с другой стороны если в это дело окунуться то выяснится что там кто-то из очень известных людей там совершенно не принимал Льва Толстого а кто-то не принимал Чехова а кто-то Пушкина а кто-то Лермонтова а кто-то чего-то у них это обычное дело поэтому ну я не могу со своими так как бы мещанскими там бытовыми критериями там давать оценку этим людям я наблюдаю мне интересно вот просто интересно наблюдение вот собственно и все а то что они там друг друга постоянно недолюбливают ну да ну недолюбливают один другого-то тот этого этот того вот так что Бродскому досталось тоже вот Нобелевский лауреат я не знаю мне Бродский нравится там я слышал там всякие жалобы что он там в человеческом плане был тяжелый дядька но но это чего ж теперь вот у них не знаю досталось Бродскому но это их дело это их разборки там я не знаю я не участвую я просто слушаю поэтому и мы как канал мне говорят Михаил как вы могли вы же вне политики вы там чего-то или там вы нейтральный я не нейтральный что же я нейтральный я не то что там бросаюсь с кулаками что-то такое доказывать но я абсолютно не нейтральный я вполне такой определившихся взглядов человек значит что как вы могли вот такого показать на вашем канале я на нашем канале любого могу показать это не значит что я с ним в обнимку хожу или допустим целиком и полностью согласен я считаю что люди разные есть и самое вот интересное это видеть разных людей с разными взглядами и это дает повод задуматься о жизни и если вы услышите там скажем не знаю десяток каких-то идей которые для вас не симпатичны не неприемлемы там или что-то но если из этого десятка допустим одна или две на вас может быть не сразу но через какое-то время повлияют в сторону лучшего понимания того что вам нравится что вы любите во что вы верите это уже неплохо совсем неплохо и если мы не будем слышать каких-то мнений других так для нас это плохо как бы мы мы сами загнием заплесневеем в какой-то ерунде вот тем более если человек талантлив друзья разве так много людей талантливых на свете ярких вот поэтому что тут сказать стихи вот пишет хорошая речь потрясающая у него так что я бы я бы не разбрасывался а так одного выкинули другого выкинули этот на лесоповале тот там еще где и и что у нас останется из юмористов самые новые русские бабки вот это да это это стоило того чтобы конечно стоило того чтобы грохнуть всех остальных ладно значит прибыл я на работу видите как хорошо смотрите я повесил вот видео и несколько там с быковым и смотрите сколько полемических тем сколько интересных мыслей сколько неожиданных честно совершенно неожиданных реакций а я кстати еще снял талантливую критику на самого себя как я гноблю значит там всех подряд вот и мне даже один урод написал что я иммиграционный мошенник вот я хочу сказать я к иммиграции вообще отношения не имею мы работаем с теми кто у нас тут уже давно в Америке ну или может быть не очень давно но с разрешением на работу я к иммиграции ни малейшего отношения не имею хотя я с удовольствием показываю у нас на канале людей которые специалисты там вот адвокаты хорошие симпатичные люди люди интересные вот я их с удовольствием показываю потому что я понимаю что вопросы иммиграции актуальные вопросы многих интересуют так что-то я не встану нормально никак вот но так чтобы я иммиграционный мошенник я может еще какой как знаешь как это если еврей значит мошенник это пожалуйста но так чтобы иммиграционный это уже чересчур это уже не просто урод а патентованный таких можно сказать можно ему выдать свидетельство такое на бумажке так что дай ему бог здоровья вот пусть пишет еще я правда его забанил но пусть в других местах пишет счастливо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok